С вами Натали Макдональд, прямо из Сиднея. Недавно мы узнали показатели инфляции австралийского доллара. На эту тему я общаюсь с Генри Дженнингсом из BBY Limited. Генри, спасибо, что пригласили нас сегодня к себе в офис. Итак, показатель уровня инфляции сократился до уровня 2,3%. Принимая во внимание, что цены по всему миру в данный момент падают, какое положение Австралии в мировом контексте? То, что мы узнали сегодня, полностью совпадает с целью РБА, который хотел видеть уровень инфляции на отметке около 2,3%. Теперь на горизонте возникает дефляционное давление, особенно в связи с отменой налога на выбросы углекислого газа, который положительно сказался на инфляционных показателях. На данном этапе проблема инфляции все больше и больше уменьшается, и вместо нее возникает проблема дефляции, особенно в Европе и Японии. Поэтому теперь стоит беспокоиться по поводу дефляции, начало которой мы видим в Австралии. Может ли сегодняшний отчет значительно повлиять на рынки? Рынки довольно спокойно отреагировали на сегодняшний отчет. Никаких масштабных движений не было зафиксировано. Недавно рынки резко восстановились после нескольких уровней еще только неделю назад. Рынок сильно скорректировался, особенно банковские и финансовые сектора. Также хорошо восстановились сырьевые акции с отметки 5,150 до 5,400. Ну а достигнут ли они уровня 5,600, еще предстоит увидеть. Существовала беспокоенность тем, что падение австралийского доллара приведет к тому, что зарубежные инвесторы будут выводить капитал из акций Австралии, что приведет к нисходящему давлению на фондовый рынок страны. Существуют ли признаки этого? Мы наблюдали отток зарубежного капитала с фондового рынка Австралии, в следствии которого курс ОЗИ упал с отметки 90 до отметки 84. Ну а текущий уровень ОЗИ, я считаю, выглядит довольно привлекательно для инвесторов и мотивирует их вернуться на рынок и получить потенциальную прибыль. Банковский сектор Австралии сейчас привлекателен не только для местных инвесторов, но и для международных. Так мы наблюдаем возврат зарубежных инвестиций в страну. Во всем мире сейчас печатается больше денег. Даже ходили разговоры о четвертом рауде количественного смягчения со стороны ФРС, поэтому пока нет особых причин выводить капитал из Австралии. Не напоследок, вы говорили, что банковские цены в Австралии выглядят намного выше, чем зарубежные. Не могли бы вы этот момент прояснить для нас? Долгое время зарубежные инвесторы видят австралийские банки как значимого участника рынка недвижимости Австралии. А как мы знаем, этот рынок растет и на нем существует значительный риск возникновения пузыря, особенно в таких городах, как Сидне и Мельбурн. Поэтому зарубежные инвесторы обратили внимание на австралийские банки, но их ценовая политика не такая привлекательная, как в зарубежных. Так они рассматриваются как инструмент коротких продаж против рынка жилой недвижимости, выраженного в австралийском долларе. Но такой инструмент не приобрел популярности. Австралийские банки приносят доход по дивидендам в размере 6%. Они однозначно доминируют на рынке Австралии. Оборот составляет 30 миллионов долларов, что делает это хорошим бизнесом. Именно поэтому они в сравнении с остальным миром довольно дорогие. Австралийские банки по материальным активам приносят прибыль в 2-2,1 раза больше, тогда как зарубежные банки лишь полтора раза больше. Поэтому да, можно утверждать, что они дорогие. Но они всегда были таковыми и, скорее всего, такими и останутся. Генри, спасибо, что были сегодня с нами. Далее на этой неделе я пообщаюсь с Катриной Эл из Муди Аналитикс. Дорогие зрители, оставайтесь в Дукаскопе ТВ.